Так, Савинич Железов, прогулки по саду, серия за номером два. Так переживал, что тебе не достанется ничего. И вот она очередная Химера. Мне надо смотреть по лицу, когда ты будешь кушать. Так, отойдем в сторонку от этого. О, тоже прекрасно отделяется косточка. Так, да потому что это, она Химера, она улучшенная Манчжурец. Мне надо видеть, как ты живешь. Она не такая сладкая, как Королевский, но она просто вкусная. Да, она просто вкусная и вкус не пресный. Вот, и в этом году был приличный урожай. Вчера уже казалось бы, мой Тимоша, уже четыре ведра собрал, потом пойду, говорит, еще. Еще тут ведро собрал. Она оказалась очень урожайная, что я не ожидал, потому что год вроде бы не урожайный. И показали себя хорошо Химеры. Почему? Каждая Химера имеет в себе Манчжурский абрикос. Тем более, что это сениц Манчжурского абрикоса. И непривитый. Самый плодовитый, это не здесь, в Фаинах Химера. Дальше пойдем. Вот эти две Химеры, я еще не присвоил ей название, не придумал. Надо мне листья собрать, у меня еще задание в этом году еще листья отследить. С этого года. А по мне так все листья одинаковые. Они все разные. А по листьям невозможно, по-моему, определить сорт. Именно как раз возможно. Смотри, не люблю проходить мимо. Вот эта колновидка куплена 14 лет назад. На рынке. Нет, у нее был основной ствол, он давно погиб. Сбоку вылезть другой ствол. Пока основной ствол был жив, она дала два яблочка. Вот сегодня тоже два яблочка. Потом прошло еще 10 лет. Их два там, да? Да. А я еще не видел. А, точно. Вот, еще два дала, и вот еще два. Шесть яблок за 15 лет. А, класс. То есть, когда им исполнился 15 лет, когда она это. Яблоки полностью созреют. Вот, это страшная правда. Она, тут не смеяться надо. Тут плакать надо. И морду бить тем, кто в Сибирь завозит их сотнями тысяч. Это у меня в благодатном краю. А покупают красноярцы, амичи. Вот. Тюменцы. Тувинцы. Господи, что творится на свете. И некому правду сказать. Так. Ну, про это уже сто раз говорю. Вот. Это не химера, а просто переделанная. Посмотри. Это манчжурец. Ну, хвостик-то у него. Чья работа. Но это не в потомстве. Ну, и, наконец, с этого дерева ведро своими руками снял мой. Я даже показывал. Мой земляк. Одно ведро снял. Какая кислятина. Вот. А так оно зеленое еще. И. Теперь давай, вот пока в рту кисло, пробуй вот это. Че-то твердое. Наверное, тоже кислое. Ну, давай вот тут вот посмотрим. Твердое. Не, не будем. А то уже оскомину набило. Да, твердое, твердое, твердое. Ну, через неделю подойдем. Ну, давай. Я хотел сказать, что в прошлом году у меня были абсолютно сладкие. Ну, просто рано еще. Ну, и потом, судя по урожаю, вот я, минус одно ведро снято с него. Нижние ветки падали. Ну, у них каждая ветка индивидуальна. Вот. И получается, что они тоже перенесли заморозки. Отлично. То есть, все химеры дали урожай. Мне их всего несколько. Все химеры дали урожай. Так. Пойдем, дойдем до черного абрикоса и до... И до королевского. Жалко, что королевский... Вчера Тимофер весь обобрал, собрал. Нам хотя бы попробовать было, что... Вот это он собрал. Да меня ж угощать надо. Все. Угостил. Ну, давай тогда посмотрим еще на амур. Амур в этом году пустой вообще. Вот если ты видишь два плодика... Раз, два, три. Если ты видишь, то это и весь урожай. Ой, значит, ну попробуй. Он твердый, зерноватый. Потому что в тени. Вот это дерево меня очень подвело. Зато... Это... И косточка должна отделяться. Это был чистый амур. Плоды укропнились. Неплохо отделяется. В общем, он испорчен. Все. А тот, который красный на том участке, Он его как бы заменил. Потому что тот вылитый амур. Наверное, и все. Больше тут абрикосов. Грустно показывать. А, смотри. Вот красавец. Вот здесь вот вчера Сонька собрала ведро. И Тимошка собрал три ведра. Смотри сюда. Ой, сейчас будет это. Сирена, учебная тревога. Вот с этого дерева падают плоды. Вот с этого, смотри. Вот. Ой, это же мы снимали, Когда приезжал кундасев. Да. Попробуй. Попробуй, попробуй. О, вот эти прям мягкие, хорошие. Вот его бирочка. А, нет. Это бирочки. Две прививки позднего Филиппева. А бирка самая потерялась. Нет. И. Все. Я не знаю, что это за сорт. Хотя. Ну-ка, скажи. Годится, нет? Хватит. А на кого же я привал-то? Поздний. Е-мое. Ну-ка. Опа. Вот такие вот. Еще один из клонов. У меня много таких, которые не имеют названия. Ну, теперь я хоть одну попробую. Ну, давай сравнивать. Итак. Три ведра собрали дети. Даже четыре. Вот. И. За одну ночь. Это было вчера. Фотографии есть. Фильмы есть. Соня с Тимошей. Результат. Опять падает. Опять ведра. И давай сравнивать. Ну, вот это у меня середнячок, да? Вот это. Угу. Здесь грамм 40-50. Ну, не кидайте, не кидайте. А мне надо это сравнить. А вот это вот. Подожди, не кидай. Единственный неокультуренный сын манчжорца. Вот. И. Теперь два человека знают, как из такого вот делать вот такие. Угу. Так? Вот. И сейчас, если вы еще... Ну, давай вдвоем распробуем. Давай. Угу. Вот это вещь. Не то слово. Ну, и что? Наверное, мы на этом закончим, иначе автобус уйдет без тебя. Не-не-не, у меня еще час. Ну, да, дойдем сюда. Еще будут манчжорцы, кроме вот этого. Кроме вот этого. Кстати, это тоже амур. Вот он, последний плодик. Но уже нагибаться лень. Так. Созревает следующий. Один из санэй манчжорца. Тоже без номера. Знаешь почему? Почему? Первый урожай. Нет, не так. Первый урожай мне не понравился. Я жду, когда что-то изменится. Они меняются на... Ну, буквально, как переобуваются на лету. Так и тут. Вот второй урожай. Вот. И... Года в год они разные, да? Меняются. Меняются. Вот я сейчас снял его. Еще ни один не пробовал. Вот первый пробую. Подтвердоватый еще. С легкой песинкой. И еще один. Я называю супер манчжорец. Из-за диких урожаев. Смотри, как я омолодил. Смотри. Ага. А теперь представь себе, что убрано... Убрано 4 пятых. Это омоложение по железу. Потому что геморезерские специалисты срежут веток 50 или 100. Возьмут несчастных хозяев 5-10 тысяч, а то и 20. За эту работу. Извини, что я так сам себе присваиваю такие права. А по железу отрезается вот раз, два, три, четыре, пять. Пять скелетных веток. Вот таким путем. Все. Ни одна ветка ниже, как там у теми языков, не отрезается. Теперь полезли они вверх. Вон они. И на них уже плоды. Вот только она вылезла. Вот она. Показываю. Еще раз. И закончим на этом. Значит, вот эта ветка нормальная. Вот это идут самые настоящие почки. Продолжение. Все правильно. На них плоды. А вот это вот идет клеточный материал. Из клетки вылезла ветка. Два года не плодоносила. Темперезицу ее отрезали бы от ту его. Она вертикальная была. На третий год урожай ее сделал вот такой. Вот. До сих пор, учитывая, что публикации сотни, все эти сотни поверили первым единицам, которые сами третий год не дорастили и обвинили в том, что ветки, которые называются вертикальные, их назвали волшками и присвоили несколько обиднейших кличек. Жирующие, ненужные, лишние отнимающие силы. Вот как они отнимают силы. Вот. Ну вот теперь вроде бы все поговорили. Итак, я надеюсь, мы не зря походили по саду, но поздновато. Вот. А это самосев, вот он. Вот он. Но это только манджурцы. А, нет, не только манджурцы. Допустим, если здесь есть огромная, 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 огромная пень, куда стыдился? От Серафима. Вон он, наверное. Нет, нет, вот. А, вон он. Да, вон тот, Серафима. Вот этот. Да, да. Но, Серафима, все косточки были собраны, поэтому здесь пусто. А самосев вот здесь. Хороший пенечек, вот он. Так. Вот он, так. И все не могли косточки собрать, сейчас смотри, второй год сходят. Первый год убрали, второй год вот так. И вот этот самосев представляет собой высочайшую ценность, так? А что ты нашла? Академик настоящий, большой. Слушай, я тут ничего не подкинул. А как мы им в это прошли? Это я вчера снимал, тебе оставил. Едим. поедим. Ага, полусгнивший. Давай ему тебя это, смотри. Не будем, надо. Не, не, ничего не знаю. Поднимай, тот выбросит. Подожди. Мне же надо сфотографировать и взвесить. Раз, два, три. А в морозилке для тебя такие же лежат. Вот, раз, два, три. Вот эти упали. Раз, два, три. Ну все, на этом мы, наверное, закончим, потому что я вчера эти же плоды показывал, все, еще людям рассказал. Сейчас, давай так. Теперь ты говори, как там это, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok